Лучше предотвратить пожар, чем потом тушить его, уверены сотрудники МЧС. Поэтому регулярно, каждую неделю проводят рейды, посещая жилища людей, входящих в так называемую группу риска. Совместно с сотрудниками полиции, социальной защиты, администрации города Иваново проводим данные рейды по гражданам, относящихся к группе риска, социально адаптированным лицам, а также многодетным и неблополучным семьям. В последнее время случаи пожаров в жилищах, злоупотребляющих алкоголем горожан, значительно участились. Приходя в неблагополучные квартиры, инспекторы напоминают их асоциальным хозяевам правила обращения с огнем. Гостей в таких жилищах, как правило, не ждут. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, народу немерено. Да, идите. Да, отдыхаем. А что, у нас пожара нет? А мы пришли, чтобы у вас пожара не было. А что, у нас нет пожара-то? Вы курите сами? Нет, я куру в пепельницу. Куриете в пепельницу, да? Я в кровати не курю, я только в пепельницу куру. Затем электроприбор, включенный мне оставляет. Я смотрю, вот у вас электронагреватель. Это я включу. У вас, да? На него не ложить? А я ничего не ложу. Не потушенная сигарета, неисправность проводки или не выключенный из сети питания электроприбор. Вот основные причины возгораний. А это, в свою очередь, может повлечь не только материальные потери, но и человеческие. Был у меня случай на земле. Сгорела у меня семья неблагополучная. У меня несовершеннолетняя мать, у нее двое детей, загорелась. Там действительно гуляли, погуляли, видно, очень хорошо. И окульки, да, сгорели они. По словам инспекторов, такая вербальная агитация соблюдать правила обращения с огнем бытовыми приборами действительно работает. Тем же, кто, несмотря на увещевание, спасатели относятся к собственной безопасности спустя рукава, всегда можно выписать штраф. Денежное мировоздействие точно сработает.